всем привет в этом видео покажу вам как шить вот такие милые штанишки с ушками выкройку найдете на сайте желток baby.ru также оставлю ссылку в описании под этим видео отшить модель можно как с ластовицей так и без с ластовицей я рекомендую отшивать либо большие размеры когда детки уже активные и ходят либо если вы шьете из футера трех нитки с начесом или из другой плотной ткани приступаем крою деталей на видео я покажу как отшить штаны с ушками без ластовицы деталь спинки состоит из двух частей выкраиваются они в сгиб ткани обязательно переносите все метки на видео 62 размер и отшивая из футера трех нитки петля и использую кашкорсе ушки выкраиваем в количестве четырех деталей вы можете комбинировать ткани либо сделать их однотонными также выкройки представлена деталь спинки цель накроенная без ушек деталь переда также выкраиваем в сгиб ткани всего потребуется одна деталь манжета выкраиваем из рибаны или как у меня кашкорсе в количестве двух деталей есть еще вот такая деталь ластовицы она кроется в сгиб и втачивается по всему шаговому шву с помощью этой детали можно придать дополнительный объем штанишкам деткам которые активно двигаются начнем пошив с ушек берем четыре детали и складываем их лицевой стороной друг другу так как я показала на видео по закругленному срезу скалываем детали и прокладываем строчку на расстоянии одного сантиметра от края подрезаем припуски на 5 миллиметров и выворачиваем детали затем отутюживаем их с помощью ножниц на основание ушек переносим метки закладывания складок далее закладываем встречные складки по меткам и закрепляем их прокладывая строчку по основанию уха детали манжет из рябана или кашкорсе складываем пополам так как показано на видео и стачиваем по короткому срезу ушки полностью готовы и теперь втачаем их в основные детали на верхней детали спинки находим метки которые вы должны были поставить по выкройке и прикладываем к ним край ушка так как показано на видео обратите внимание лицевая сторона ушек должна смотреть вверх далее сверху накрываем второй деталью спинки соединяем метки и скалываем все прищепками или иголками соединяем детали с помощью четырех ниточного оверлока утюживаем всю деталь припуск направляем вниз далее прокладываем строчку по припуску на расстоянии пары миллиметров от края чтобы ушки в процессе носки не сваливались вниз закрепляем их швом туда-обратно на швейной машинке под складками в местах где я сколола иголками вот такая задняя деталь у вас в итоге должна получиться ушки закреплены но при этом они остаются объемными следующим шагом собираем переднюю и заднюю деталь выкройки складываем их лицевой стороной внутрь и стачиваем по боковым швам и по шаговому шву на четырех ниточном оверлоке если вы отшиваете штанишки с ластовицей то перед тем как стачивать шаговый шов втачайте ластовицу в переднюю или заднюю деталь ранее мы уже собрали манжеты теперь складываем их пополам так как показано на видео расправляя припуски в разные стороны и заутюживаем их после соединения шагового и боковых швов обязательно отутюживайте все припуски поворачиваем штанишки на изнаночную сторону и теперь втачаем манжеты шов на манжете соединяем со внутренним швом на штанишках скалываем и растягиваем манжет по всей окружности низа штанишек стачиваем на четырех ниточном оверлоке то же самое делаем и со второй манжетой подготовим резинку стачиваем ее в кольцо ширина резинки 3 сантиметра а длина ее для каждого размера своя и указана на второй странице титульного листа к выкройке находим у резинки серединку и совмещаем метки с боковыми швами на брюках выворачиваем штанишки на лицевую сторону так удобнее будет вкалывать резинку и соединяем резинку со штанишками равномерно растягивая ее по всему поясу с помощью иголок или прищепок стачиваем резинку с поясом растягивая ее на прямострочной швейной машинке обратите внимание что средств предварительно я обработала на оверлоке далее подгибаем резинку с основной тканью внутрь и прокладываем еще одну строчку проводим финальное в то изделие наши штанишки полностью готовы они получаются очень милыми и одинаково красиво смотрится на детках разных возрастов напоминаю что это и другие выкройки вы найдете на сайте желток baby.ru а к этим штанишкам я рекомендую отшить худи с ушками также по выкройке пирожок я надеюсь что это видео было для вас полезным и интересным оставляйте комментарии ставьте свои реакции и до новых встреч